И вновь доброе утро! В Екатеринбург приехал классический русский балет под руководством Хасана Усманова. Ведущую партию в балете «Спящая красавица» будет исполнять солистка Государственного Большого Театра России Чинара Ализаде. А вот кто разбудит главную героиню сказки, нам расскажут солисты Большого Театра хореограф-постановщик Хасан Усманов, Наталья Кунгурцева, солистка Московского Государственного Театра «Классический балет» и солистка труппы Валерия Малая. Доброе утро! Доброе утро! Я как артист знаю историю про Белоснежку, которая регулярно засыпала у нас на репетициях и даже во время спектаклей, потому что я долго лежала. Такое происходило на «Спящей красавице»? Нет, это невозможно. Невозможно? Не дают полежать мне немножко? Нет. Ну расскажите, вообще какие-то интересные, забавные случаи, может быть, происходили на репетиции, на спектаклях? Очень много. Если мы начнем вспоминать за это, надолго. Ну они такие... У нас времени в вагон, вы знаете. Нет, чисто такие, как сказать, понятные они будут только нам и смешные только нам. Пою, зрители нас не поймут. Хорошо, тогда давайте о понятных еще. «Спящая красавица», ты не помнишь? Там есть такая ситуация, когда она засыпает. Да, но до этого нужно попасть на сцену. А так как сцены бывают разные, да, бывает так, можно заднюю часть сцены выключить, и не видно. Можно передвигаться, а впереди двигается главный герой. Прежде чем, как бы, проснуться, балерину надо уложить. Красиво. Да, красиво, но это надо делать в темноте. Но иногда получается так, и все идут там, садятся, и, значит, балерина такая. И так получилось, что свет включили, и Наташа такая вот такая. И сразу резко легла. Красивая, изысканная, утонченная. Представляете? Да. Это какой-то классический вариант балета, или все-таки это ремейки, которые сейчас очень популярны? Это интерпретация? Нет, это классическая, чистая классическая хореография, да, она осталась. Ну, где-то сокращено, что-то как-то... Мы взяли самые лучшие куски, оставили, потому что если мы будем показывать, как... А какие, на ваш взгляд, самые лучшие куски? Самые популярные куски, общеизвестные, так скажем, которые, ну, мне кажется, любой такой даже самый неискушенный зритель знает, и на глазах, на слуху... У нас есть, между прочим, самый лучший кусок, который мы с удовольствием сейчас покажем всем нашим телезрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Александр, вы с театром гастролируете не только по нашей стране, но и в Германии, в Мексике, в Австрии, в Финляндии. Есть ли какая-то статистика ваша личная, где лучше всего принимает русский балет? Где лучше всего? Мне кажется, наши зрители, они были, как бы, знающие, у них больше, как бы, выбора, да, и они знают, как кто танцует, поэтому самое сложное танцевать это перед российской публикой. Ух ты! Потому что специалистов много в зале сидит, все знают, как и в футбол, они знают, как балет. Точно, точно, и они знают очень много, да, про нас. Не, но в то же время не очень. Российский зритель, он невероятно теплый и отзывчивый, и заряжает какой-то положительной энергией. Всегда просто получаешь, на самом деле, совершенно другое, как бы, удовлетворение от спектакля, танцуя здесь, в России, нежели за границей. Ну, здесь как-то, да, первые секунды, там, думаешь, ну, что, понравилось, не понравилось, это первые секунды надо же пройти, да, и уже сразу понятно, нравишься ли или не нравишься. А на Западе, в Европе, они сразу восторжены, о, русский балет, как хорошо. А здесь надо пройти этот этап и сразу. У нас есть одна молчаливая гостья сейчас, очень хочется задать ей вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько стоптанно пуантов во время репетиции балета «Спящая красавица»? Ведется ли такая статистика? Лично моих не ведется. На самом деле, все зависит от того, какие партии исполняешь, сколько времени длятся репетиции, это все очень, достаточно сложно по счету вести. А как вообще устроен день балерины? Я не знаю, во-первых, во сколько вы просыпаетесь, чем вы завтракаете, безусловно, всех интересует, когда заканчиваете ужинать? В 2 часа дня, в 3, в 5, в 6? Есть. На самом деле, по поводу еды, это миф, это зависит исключительно от человека. То есть, хороший прожаренный стейк может съесть. Ну, какой завтрак, да, яишенка с беконом, что там у вас на завтрак? Да, это настроение, мы точно такие же обычные люди. Проснулись, захотели, выпили кофе, чай, там, кому как больше нравится. И все, заметьте, все. Никаких у тебя пельменей и борща. А как правило, во сколько, правда, подъем? Тоже, если гастрольный график, это вот все сложно, потому что придешь после спектакля, пока пристираешь, ну, тоже надо. Какие-то немножко отойдешь от мышц, придут в нормальное состояние. Все это пройдет время, и позднее, естественно, засыпание происходит. И утром, конечно, хочется поваляться, если есть такая возможность. У нас вот выезд сегодня вот в час дня на площадку мы поедем. Поэтому и подъем, как бы, не обязательно вставать в 8 утра, делать какие-то зарядки, это все не надо. Все зависит от того, во сколько занятость твоя будет, в котором часу ты будешь занят, и поэтому сам подстраиваешься. Ну, про выступление в Екатеринбурге я еще хотела спросить, какую публику вы все-таки ждете? Семейных, может быть, те, кто на свидание может прийти, посмотреть «Пяще красавицу», может быть... Бумонт. Да. Кого зовете? Я всех зовем. Не знаю, всех зовем. Ну, мне кажется, все-таки это такой семейный, все-таки должен быть просмотр балета, поход. Ну, и романтический тоже, с другой стороны. Всех, всех. Да, можно удивить, конечно. Принцик красивый будет? Да, очень. Лауреаты, они все красивые. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. Напомню, что у нас в гостях были Хасан Усманов, Наталья Кунгурцева и солистка Московского государственного театра классического балета и солистки труппа Валерия Малаев. Мы напомним, что увидеть постановку «Спящая красавица» вы сможете в субботу, 18 октября, в окружном доме офицеров. Начало балета в 19.00. Прямо сейчас у нас короткий коммерческий перерыв, после подведем итоги нашей программы.